Здравствуйте, товарищи! Александр Пуштонин зовут меня. Это видео я хотел записать давным-давно. И, наверное, настал тот час, когда это можно сделать. Я сразу скажу, это очень узкоспециальная история. Вы меня уже лет пять, по-моему, просите рассказать о всем том оборудовании, именно просто о всем, которым я пользуюсь. Я этого раньше не делал. Почему? Потому что мне казалось, вот я сейчас запишу, чем я пользуюсь сейчас, а потом окажется, что этим я уже не пользуюсь. Поэтому я сделал просто. Я говорю, значит, друзья мои, сейчас будет обзор моего оборудования на 2 октября 2018 года ровно на 5 часов вечера. Потому что уже в 6 часов возможно что-то изменится. Вот эта штука называется компьютер. Значит, спрашивают себе, какой купить. Любой ноутбук сегодня может позволить вам неплохо записывать аудио и даже видео обрабатывать, если этот ноутбук там в пределах 1000 долларов стоит. Есть очень дорогие, есть подешевле, но вот это примерно тот ценовой диапазон, который может вас спасти. У меня, конечно, дорогой стоит ноутбук, ну потому что, ну а что, есть возможность, я купю. Значит, дальше. Просто ноутбука не хватит. Нужна какая-то внешняя аудиокарта. В моем случае это вот такой ансембл. Эпиджи. Называется Эпиджи. Значит, рекомендую всем эту фирму, но не рекомендую конкретно эту модель, потому что, опять же, она дорогая. У нее 8 входов есть параллельных. Да, 8, даже 10. 10. 8 таких и еще 2 гитарных. И много выходов. Но для дома, для семьи достаточно просто какую-нибудь внешнюю карточку Эпиджи возьмите. Там, я не знаю, в пределах тех же 200-300 долларов, у которой всего лишь 2 входа. 2 входа вам вот так хватит. Что в эти входа включать? Я втыкаю в эти входа просто гитару напрямую. Вот у меня есть такой леспольчик. Достался мне по наследству от хороших ребят. Вот гитара, которой я пользуюсь. Значит, в принципе, дальше варианты следующие. Либо эту гитару пропускать через какой-нибудь комбик и микрофоном снимать, но это забудьте. Потому что давным-давно уже есть неплохие устройства, которые позволяют все это эмулировать. Вот, например, Fractal Audio Systems. Да, дорогая история, да, наверное, можно купить подешевле, а можно сделать то же самое и программным устройством. Но меня устраивает здесь все. Вообще, за один только вот этот вот пресет, который называется Multicomplexing. Можно все отдать. Почему Let's Paul? Все же говорят, погоди, а где 8-струнка? Погоди, а где вот этот, который у тебя был там, SG-шка? Друзья, все в жизни меняется. Еще раз говорю, когда-то была 8-струнка, мне она нравилась. Потом надоело опять. Сейчас я взялся за Let's Paul. Почему? Потому что, понимаете, вот на Let's Paul есть такая штука. Су-су-су-ка-стейн. Поет, поет. Если взять, например, другую мою гитару, которая тоже, конечно же, у меня есть. Ну, вот этот, как его, мать его. Телекастер. Телекастер. Фендер, телекастер. Давайте мы достанем, посмотрим, как он выглядит. Вот. И попробовать на нем сделать то же самое. Ну, не получится. Потому... Ногти мои. Пальцы мои. Потому что, в принципе, все то же самое, казалось бы. Но. 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 И заглох. И заглох. Тут немножко держит. А вот верхние струны. Зато. Короче говоря, для полного счастья, конечно, нужен один фендер и другой гипсон. То есть, в мой случае, это телекастер, да, и Les Paul. И вы, как созревший, в хорошем смысле, художник, будете так. Какой кистью я сегодня буду пользоваться? В данном случае кисть-то гитара. Возьму-ка я телекастер для того, чтобы сыграть вот это. Или, например, возьму-ка я Les Paul, чтобы сыграть вот это. Этого, в принципе, достаточно. Если вы совсем человек, в хорошем смысле слова, чеканутый. Ну, возьмите тогда восьмиструнку. Восьмиструнка тоже есть у меня. Вы ее наверняка видели во многих коверах. И она меня тоже устраивает. Во! Клевый инструмент. Втыкаем его туда же. Вроде там, посмотрите-ка. Там есть и с одной стороны. Сустейн, да, вот он, пожалуйста. Сустейн есть, да? И есть что еще? Есть диапазон. Но! Восьмиструнная гитара, у нее тоже есть своя специфика, понимаете? Она не для всего подходит. Конечно, если вы там... Понапридумывали вот такие вот какие-то арпеджио внизу? Или любите ожесточаться, как это пишут у нас, нулями всякими там типах? Тогда вперед! Если вас-то не устраивает, то лучше взять нормальный доспло, потому что для классического рока все-таки, для такого яйцедробительного, вот эти вот партии такие... Играть на восьмиструнке? Наверное, все-таки нет. Для этих четырех или трех аккордов, классических роковых, лучше взять какую-нибудь классическую роковую гитару. Опять же говорю, это будет честнее, потому что не надо пародировать звук лес пола. Лес пол, что называется, сам себе прекрасно можешь пародировать. Да, и... У-у-у-у, как вся расстроенность! Не буду подс... Кстати, когда вас расстроилась гитара, чем я пользуюсь? Тюнером! Тара-тара-там! Вот он! Черненький полетюнчик. Нажимаем, быстренько вот настраиваем гитару. Поплыла она, да? Вот у нас ля, вот у нас... Он, в принципе, чем мне нравится? Он довольно быстрый. Довольно быстрый. И в то же время довольно точный. Есть еще третья версия этого же полетюна. Я еще пока не пробовал. Но, скорее всего, разорюсь на нее, потому что я люблю все новое. Но в данном случае этой версии мне вполне хватает. Это я к чему? Что все меняется в этой жизни. Пока пользуюсь этим тюнером. Дальше что? После того, как вы записали гитары... А, фу-то, чуть не забыл. Про басги? Я... Знаете, басисты несчастные люди. Все время про них все забывают. Я про бас вам забыл рассказать. Вот моя лапа моя, любимая лапа. Вообще, в принципе, если вы басист и любите жесть, или вы просто любите жесть, но вы не басист, а любите басистов, я ничего в своей жизни лучше не видел. Это IBANES BTB. Вот видите, написано BTB. А, по-моему, 600 с чем-то. Значит, это бас, у которого есть ручка громкости. Ручка, которая распределяет сигнал между двумя этими датчиками. Есть переключение середины эквалайзера и эквалайзер. Эта вся штука работает на батарейке. Батарейки хватает на бесконечное количество времени. И здесь можно нарулить все. Абсолютно все. Опять же, у меня на сайте огромное... У меня на сайте чуть не сказал. У меня на канале огромное количество обзоров, как писать бас-гитару. Именно эту бас-гитару я пишу уже, не знаю, лет пять, наверное. То есть, везде, где вы слышите бас, это только этот бас. Другого баса нет. Он прямо ракочет, прямо злится. Можно сделать его более добрым. Единственное, что на нем нельзя играть практически какой-нибудь джаз. Все остальное, вот все для того, чтобы там играть какую-нибудь жесть пальцами, медиатором, чем хотите. Вот это вот прямо незаменимый инструмент. То есть бас-гитара. Вот если гитары я вам не рекомендую, вы же сами решайте, какие вам брать. Бас только этот, прямо must have. Про басуху рассказал, про гитары рассказал. Значит, про барабаны многие спрашивают. Ну, друзья, чтобы получить такой звук, как у меня, я пользуюсь палочками. Я пользуюсь вот такими палочками. Вот они, видите, палочки. Да, я сажусь вот так за стул. Вот так. Вот тут у меня бочка. Вот. Тут у меня хэт. Вот. Бочка. Здесь малый. Здесь у меня крэш. Здесь крэш. Да, вот два крэша. Тут у меня чайная. Слышите, да? Ту-ка, ту-ту-ка, ка-ка-тун-тун, ка-ка-тун, тун-кра-тун. То мы. Ту-ту-ту-ту-ту. Тукра-тун, ту-ту-ту-ту-ту. Тукра. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вместе с бочкой. Вот такие у меня барабаны, поэтому вот эти палочки очень, конечно, эффективно работают. Именно в этом случае. Есть еще другой вид палочек Я вам сейчас хотел показать Они на порядок круче звучат На порядок круче звучат Вот, это палочки Моего друга Александра Муренко Вот такие вот фирменные палочки есть, видите, написано Александр Муренко Сейчас убедитесь, что это совершенно другой звук Вот, Александра Муренко, смотрите, казалось бы, да Сел я, вот барабан КАХ! 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 Другой звук, да? КАГАХ! ПУМ-ПУМ! КАГАХ! ПУМ! И ХЭТ Другой совсем Чайна та же КАХ! ПУМ-БУМ! ДРЯГАМ! 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 Так что, есть вопрос в палочках Ну и главное Главное Микрофоны Я использую два микрофона Вот это самый злой Рабочий микрофон Который называется ШУР СМ-7Б Почему я его использую? Потому что в него поет Хэтфилд на всех своих альбомах посмотрите как они записывали последний альбом он орет в этот микрофон все ну я вот микрофон решил тоже все орать спасибо smb есть чем не другой тоже шур вот он кардиоидный кардиоидный микрофон называется он у нас как у нас называется микрофон ксм ксм 44 а ксм это как как это песня как ее называют забыл ну как эта песня называется которая самостоятельной песни конкурс самостоятельной песни да он называется короче говоря два микрофона этот микрофон этот микрофон они разные но они Каждый хорош в своем каком-то направлении И поэтому идеально, так они оба сочетаются Ну, например, на куплете, на припеве Или там этот в одно ухо, это чуть другое ухо И там чуть-чуть развести В общем, почему шур вот такой вот у меня Раньше был другой, стоял здесь микрофон Он сломался, ему было уже лет 15 или 20 Я выбрал этот, потому что сочетание цена-качество В принципе устраивает Раньше здесь стоял Нойман, он был очень дорогой И не настолько качественный, насколько дорогой Вот, тот Нойман мне подарил Макс Лившин, Макс, привет Спасибо тебе большое, но испортился уже Не Макс Лившин, а микрофон тот Да, дальше у меня микрофоны включаются Вот в эту красоту Это называется Предусилитель Universal Audio LA610MK2 Дорогущая вещь Как бы, если вам В принципе Интересно, то Да, наверное, можно ее взять Это хороший встроенный ламповый компрессор В принципе, хороший предусилитель Неплохой, но Ребят, кусается цена Кусается цена Я бы, честно говоря Если бы не было возможности Такую бы вещь не покупал Но я псих больной Поэтому со мной еще не разговаривать на эти темы Я покупаю все, что движется Про это рассказал, про это рассказал Давайте посмотрим вот еще, что у меня есть Если я выступаю А я выступаю иногда Раз в 10 лет Я люблю, конечно же Что? Правильно Вот такую вот вещь Это называется Наушный Точнее, неправильно Ушной монитор Пушной монитор Почему ушные мониторы Это круто? Ребят Сейчас я вам все расскажу Дело в том Что я когда-то давным-давно Спросил Макса Леонидова Говорю Макс, Леонидов А зачем ты в ушах Вот такие штуки носишь? Ну, у него более крутые были Они у него были прямо сделаны Под конкретное ухо А он говорит Понимаешь, это просто удобно Я говорю Да не может быть Надо же слушать от комбика Как бы драйв, громкость Вот эти ушные мониторы Это же плохо Он говорит Вот смотри Когда я себе покупал автомобиль Очередной раз Макс мне рассказывает Я, говорит Хотел обязательно, чтобы была ручка Ручка должна быть Потому что управлять нужно Автомобиль обязательно с ручкой А мне сказали Ребята, попробуй автомат Он говорит Не, не, автомат не круто Надо, чтобы была ручка Он говорит Слушай, чувак Это просто удобно Я вам скажу так Я попробовал выступать С ушным мониторингом Это просто удобно Так как ты себя слышишь В ушных мониторах Ты не слышишь себя никогда и нигде Вот это самый дешевый вариант Это Шур Как он называется? 215 Хорошие рабочие лошадки Стоят они, не знаю 100 или 200 баксов В зависимости от того Где вы их найдете Можно подержанные взять Работают всегда И в любых условиях Вот Но они не очень качественные По звуку Есть Страшная вещь Которую я себе взял Но они выглядят Конечно Очень прямо Вау-вау-вау Но они и стоят Вау-вау-вау Это Тот же Шур Только уже Господи А название-то у них где 800 с чем-то Короче 800 с чем-то шнур Шур Вставляется в уши Вот И все-все-все слышно Прекрасно Басы, верхи Там очень много всяких У них кроссоверов Разделителей частот И в общем и целом Да Это конечно намного интереснее По звуку Но дороже Поэтому в принципе Если бы я вам что-то рекомендовал Вот у меня завалялись Здесь еще даже не вскрытые Тоже шурики Значит Да Что это такое Это система беспроводного контроля То есть ты Вешаешь себе эту штуку Включаешь наушники Бегаешь по сцене И у тебя В любой точке Ты все слышишь Это очень удобно Есть вот такая вот хрень Вот Называется SE425 Это нечто среднее Между теми дешевыми И теми дорогими Вот Но я про них вам ничего не могу сказать Потому что я их даже еще не распечатывал Ну как тут написано Вроде вы должны получить И удовлетворение От звука И не за очень большую цену Пока что Лежит у меня здесь В нераспечатанном виде Так Дальше Про это я рассказал Про это я рассказал Рассказал Сказал 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 Что еще Что тут еще А наушники Вот какие есть Значит у меня здесь Как вы видите Три пары Три пары наушников Вопрос На хера Ответ очень простой Когда вы что-то сводите Для звука Сводите что-то для звука Вы должны понимать Что Первое Вы должны слушать Это все Абсолютно В разных Ситуациях На разных Акустических системах Первая Акустическая система Вот она у меня стоит Это Адамы А8Х Хорошие колонки Мониторы Значит среднего поля Прямо студийные Но их недостаточно Нужно еще наушники Причем наушники Трех видов Вот АКГшки Например у меня Это К242 У меня были К240 Но они сдохли Вот они Бывшие Были вот такие У меня Рабочие лошадки Они сдохли Вот Я их еще пока не успел выбросить Поэтому сейчас Использую вот такие Наушники номер раз Это такая Знаете Хороший вариант Таких Полубутовых наушников Вот это Шур SRH1840 Это практически Студийные наушники В них Ты слушаешь Все как бы звучало Ну По студийному качеству Очень ровная Частотная характеристика И есть вот такой вот Ужас Я даже не знаю Как он называется Аксельвокс Эти наушники С жутко Перегруженным Низами То есть Они очень сильно Бубнят Но если в них У тебя Не вылетают Уши Значит по басам Ты не пережал То есть Нужно слушать В разных наушниках Обязательно Все что вы сделали И если ни в одних Из этих наушников Вы не слышите Брака по сведению Значит вы подошли Близко К идеалу Но Самое главное Друзья Самое главное Что вы должны понять Что все что вы будете Слушать Все буду слушать Вот на вот этих Вот перделках И если вот Из этой перделки У вас идет Плохой звук Значит надо Все переделывать Поэтому Телефон Раз Наушники Лучше три варианта Два Студийные мониторы Три И еще Нужно все это Послушать Обязательно В автомобиле Потому что Те кто это будут Слушать Они будут слушать Это либо по телефону Либо в автомобиле Либо еще в наушниках Но уже мобильных Наушниках Да Можете взять Какие-нибудь мобильники Наушники И еще Воткнуть их В уши И послушать Поэтому получается Что это все Не просто Три раза Все время Искал Новые 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 Перепаял Потому что Я знаю Что такое Припой Я знаю Что такое Канифоль У меня была История Представляете Я прихожу Покупать Канифоль А канифоль Я покупал Такой магазин Рядом с ЦУМом Такой Знаете Весь такой Арбатовский Там сидят бабушки И там продают Скрипки Продают виолончели Продают ноты Классические А мне нужно Купить Для припоя Ну для паяния Канифоль Я захожу туда И там такая бабушка Арбатовская Говорит Здравствуйте Я говорю Здравствуйте Она говорит Вам что Я говорю Будьте добры Канифоль Она мне говорит Для виолончели Или для скрипки У меня в голове Фраза Ты дура старая Какая нахер Разница Для виолончели Я паять буду Провода Канифоли Понимаешь Паять буду Провода Эта фраза Отправляется на язык Я перед ней стою И говорю Для виолончели Я не смог Не смог Этой женщине Сказать правду Поэтому друзья Смотрите Что я купил Я купил Канифоль Для виолончели Где она у меня Я потерял ее Короче Ладно Не суть Канифоль Для виолончели Есть Все остальное Рассказал Пока пока И простите Что было так долго А еще кстати Если вдруг Кто забыл Сибирская академия Наук А? Магистр физики Человек На 25 Килограммов Меньше Весит Чем я На этом все Друзья Пока-пока Увидимся Всего хорошего До свидания Я А еще Я очень люблю Пользоваться Кофе Кофе Это просто Мое Обожаю Внутри Венное Давление Внутри Артериальное 210 на 120 И пока У меня Из носа Не пошла Кровь Еще раз Напоминаю Что нужно В комментариях Писать свои вопросы Я на многие Отвечу И да Самый популярный Вопрос Где Галилео Я Знаю В интернете На сайте Точнее На одноименном Ютуб канале Все Спасибо друзья Пока-пока